Субтитры создавал DimaTorzok Привіт, друзі! Запрошую вас до нашого дитячого майданчика. Сьогодні ми знайомимось з вихованцями творчої студії для дітей та дорослих «Зелене сонце». До нас завітали Єллізавета, Олександра та Іван, а також опора наших героїв, керівник та засновник студії Інна Сечко. Вітаю вас! Студія була заснована три роки тому. Але ж поділіться з нами інформацією. Чому ви вирішили створити цю студію? Та чому вона має таку чудернацьку назву? Необычне названня було просто откуда-то з неба снято. Хотілося щось креативного, необычного. Ось так і назвали. Чому в цьому студію создали дуже багато людей, які хочуть щось робити руками, творити. Ктось коли-то в детстві боялся рисувати, ктось боялся ліпити з пластилина, а у когось не вийшло ще щось, якого-то рокоделі. І приходять з удовольствію взрослі і діти, а давайте будемо робити декупаж чи витраж. І от ми збираємося всі такі однодумці і займаємося рукоделіем. В своє удовольствие. З якого віку приходять до вас дітки? І який наймолодший учасник вихованець і який найстарший? Не поверіть, але навіть приходила дівчина, яка полтора року. Не сама, звісно, її принесли на руках, залишили, сказали, давайте спробуємо. Попробували. Що вийшло? Получилось, да. Висидела. Ну правда один раз сказала, к мамі хочу, я кажу, зараз мама прийдет. І далі вже рисували. Ну а взагалі так з трьох років приходять і до безконечності. У нас приходять навіть бабусі з віночками рисують. Олександра, розкажи нам, будь ласка, а чим ви займаєтеся в студії? Що ви робите? Що взагалі відбувається? Ми робимо, ліпимо з пластилина. Рисуємо дуже багато. Много? Аж ти вже що-то нарисувала. Є своєю любимою картину? Саме любимою картину – це котики. Я дуже люблю котів. А у тебе дома тоже є коти? Нет, у мене две собаки. А хотілося б іще кота? Да. Наверно, вони просто неужели б, тому і родители решили котикам бать, да? Ну і так у нас багато животного. Две собаки, одна шаншилла, две хатинських уліток і рибка. Ничего себе, цей зоопарк. А вот котики, чим ти їх делала? Це ти карандашом рисувала, чи ще так? Ручкою. Ручкою, да? Сложно було вов'язково ризувати? Нет. І напомагало дуже часто. Ага, понятно. А багато часу уходить для того, щоб нарисувати хоча б одного такого котика? Много котика, але за занятия иногда задерживаюсь. Що ще тогда робиш? Я робила принцесу дуже часто. І замок. А принцеса, наверное, на тебе похожа, да? Я знаю, ти теж танцуєш? Да. Больные танцы. Що ми братик вот делали. Братик теж теж с тобою ходить, да? Теж 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 три года ходить? Ну да. А йому вообще нравится или нет? Очень нравится. С удовольствием ходить. А скільки йому лет? Йому старше тебе или младше? Нет, младше на три года. Йому шесть лет. Вот, Інна, расскажите, а у нього все получается? Или бывает все-таки, что что-то не получается? Саша и Кирюша – это украшения нашей студии из младшей группы. Это замечательные дети, которые с самого первого дня с основания нашей студии приходят. Саша всегда помогает Кирюше, Кирюше всегда помогает Саше. Они очень дружно делают работы, за ними так интересно наблюдать. И всегда все, что делают, обязательно дарят маме, папе. Саша всегда все свои работы подписывает, любимой маме, дорогому папе. Это самые активные участники нашей студии. Никогда не пропускают занятия, всегда приходят. А вообще, какая цель Ваших занятий? И что могут научиться дети? Дело в том, я думаю, что это ни для кого не секрет, что в наше время, вот сейчас, в школах часто задают задания, с которыми очень тяжело справиться дома ребенку одному. Например, нужно сделать подарок на тему «Мой папа может все». Вот недавно была такая ситуация. Мама звонит и говорит, помогите, спасите, потому что у меня маленький ребенок грудной, я просто не могу сидеть с ребенком и делать эту поделку. Я даже не могу себе представить, что это может быть. Я говорю, давайте Вашего прекрасного сына к нам в студию. И вот мы сидим и делаем это задание. И родителям хорошо ребенок находится. Занят. Да, занят полезным делом. И ребенок для себя узнает очень много нового, потому что я стараюсь на занятиях, мы общаемся, я рассказываю то, что знаю по этой теме. Если я чего-то не знаю, я готовлю заранее. И занимаемся, приходится заниматься чем угодно. Мы и витражными красками работаем, и декупаж, и роспись, и всякие поделки тематические ко всем праздникам. Но самая любимая у нас тема, это, вот ребята могут подтвердить, это мы делаем что-то из бросовых ненужных материалов. То есть, то, что осталось, и что-то не надо. То, что обычно мамочка складывает в пакет с мусором, я детей учу, скажите маме, ничего не выбрасывая, мамочка, давай мы сначала посмотрим, можно ли из этого сделать что-то красивое. У нас очень много интересных работ, именно из вот таких бросовых материалов. Каких-то баночек железных, картонных трубочек. Вы сегодня принесли с собой несколько таких? Конечно. Что это заработает? Ну, например, возьмем вот этого прекрасного снеговика, который был у нас талисманчиком на Новый год. Этот снеговик сделан из обычной лампочки. Вот Ваня принимал активное участие в этом мастер-классе. Обычная электрическая лампочка, которая перегорела, и больше уже ни на что не сгодится, превратилась в такого забавного снеговичка. Вот баночка из-под кофе, кофе закончился, а баночка превратилась при помощи декупажа вот в такую красивую баночку с курочками. Когда мы летом, когда дети разряжаются на море, я всегда говорю, привозите с моря все, что вы найдете красивое. Вот такая красивая деревяшечка лежала на берегу моря и ракушки, и немножечко веревочки. При помощи декупажа превратился вот такой сувенир морской. И на память, что я был на море. А вот эта прекрасная карандашница. Это тоже декупаж, да? Да, это роспись. Приходилось повторять этот мастер-класс, ну, наверное, раз в 10. Да, раз в 10. Потому что очень любят этот мастер-класс. Это обычная картонная трубка, на которую наматываются, вы знаете, бумажное полотенце, пищевая пленка, фольга пищевая. Мы приклеили донышко тоже из бумаги и расписываем. Я также, как и Саша, очень люблю котов. У нас, наверное, вся студия любит котов. Поэтому мы взяли такую тему, придумали котика. Конечно, у каждого человека, кто рисовал свою карандашницу, получался свой кот. Были и черные, и с блестящими глазами, и рыжие коты. Вот мы рисуем такие карандашницы. Это роспись. Вот это такие примеры. Таких работ, да. Что можно сделать из того, что мы выбрасываем. А вот эта курочка или петушок, да, это просто камушек, привезённый с моря. Ну, встал курочкой. А вот эта пробочка, обычная бутылочка. Спешите, что я даже не успеваю. Пробочка превратилась в такую маленькую ведьмочку. Это мы готовились к Хэллоуину, делали. Классная, очень, конечно, классная. Изюминкой в вашей студии всё-таки есть то, что учатся и дети, и, возможно, даже их родители. И не только родители, и бабушки, и папы. Это было вообще задумано из самого начала основания студии или со временем уже? Это получилось случайно. Дети приходили, вначале мы делали несложные работы, ну, там, пробовали пластилин, пробовали рисовать, а потом начали пробовать декупаж. И получались такие интересные работы. Ну, вот, например, эту работу я покажу. Она получилась благодаря Ивану. Иван принёс из школы, на уроках труда, делали какие-то деревянные заготовочки. И Иваня принёс горстку таких заготовочек. Я говорю, какая красивая деревяшечка, жалко её даже просто выбросить. Да, да, надо что-то придумать. И она у меня так полежала, полежала, два занятия на неё посмотрела, и в итоге сделала такое красивое украшение. Тут декупаж, бусинки, кисточку мы сделали. Я его всё лето с удовольствием носила. И каждый раз, когда одеваюсь, вспоминаю Ивана, как он принёс эти заготовочки. И когда мы начали делать более сложные работы по декупажу, родители, которые приходили за детьми, сказали, так, сначала одна мама, потом вторая. Он говорит, я смотрю на эти работы, и мне так хочется попробовать тоже. Можно я приду на следующее занятие с ребёнком? И я говорю, ну, давайте попробуем. И так и получилось. Вначале дети, потом взрослые. Классно. Ваня, а ты вот ходишь сам или тоже ходил с своими родителями? Я сначала ходил сам, но потом мама тоже пришла. А у вас есть какая-то общая, может быть, работа, или вы делаете каждую свою? Мы делаем каждую свою, но иногда делаем общие работы. А ты сегодня с собой что-то принёс? Показать нам? Из общих работ, вот, есть петух, мы делали его вместе. Это с родителями, с мамой? Да. А ещё что, вот лично твоё, что ты ещё принёс? Вот. Это твой снеговичок, да? Да, это снеговик, где я делал. Мама тоже такого делала, но это я сам делал. А картины, которые у тебя в руках, это что такое? Это не твои? Это мои. Это декупаж, просто декупаж салфетки. А вот эта картина так понравилась моему другу, что я сделал ему копию. То есть ты даришь, в принципе, своей работой? Да. Не оставляешь себе? Или есть всё-таки какие-то в запасе, возможно? Есть. Это я никому не дарю, потому что это почти первая моя работа. А, понятно. А что это за работа? Акварель и ручка. А что изображено здесь? Это апельсин нарисовал. Это работа, которая самая-самая первая делала, да? Нет, не самая. Это где-то третья работа. Хорошо. А тебе больше всего с чем нравится работать? Я больше по графике, это карандаш и ручка. Я знаю, что очень часто дети, которые увлекаются графикой, особенно карандашом и ручкой, в школе тоже рисуют. Ты рисуешь или нет? Конечно. Когда рисуешь, что рисуешь? Кому, возможно? Рисую всё время, но это больше всего наброски. Доработываю я их дома. А бывает такое, что, может, спрашивают, как у тебя так получается? Или вот нарисовал на листочке в школе и настолько понравилось, что кто-то просит. Вообще бывают такие ситуации или нет? Нет, на мои рисунки никто пока не обращал внимания. Может, просто ты не показывал? Ну, я никому не показываю. А чего? Боишься слабо? Не считаю, что они недоработаны. А что вообще нужно для того, чтобы хорошо что-то получилось? Чтобы нравилось. Вот если что-то нравится, то оно обязательно будет получаться. Очень хороший ответ. Инна, а вот занятия проходят у вас групповые, индивидуальные, или, возможно, это небольшие какие-то группы, пары? Как все происходит? Занятия есть индивидуальные. Бывает так, что приходит один человек и просит уделить ему внимание час-полтора. У нас бывают маленькие группки, 3-4 человека, 5. Бывают мастер-классы, и бывают семейные мастер-классы, когда приходит папа, мама, два сына, или приходит бабушка, две внучки. Вот это мой, наверное, самый любимый вид занятий. Занятия – это семейный мастер-класс, потому что так интересно наблюдать, когда родители, которые привыкли, ну, как все родители с детьми там, уроки выучил, руки помал, ложи спать. А тут сидят, творят, и вот когда у ребёнка получается интереснее, ярче, легче, проще, а мама, как ты это сделал? Ребёнок такой, да, вот так. И ещё и рассказывает, маму учат, как мы это делали, сына, на занятиях, и вот теперь так получается. И мама с уважением смотрит на своего сына, маленького, десятилетнего, думает, да. А есть ли у вас ещё какие-то традиции, может, праздники какие-то? Очень часто мы отмечаем дни рождения в нашей студии. Был день рождения Ивана, мы собирали много детей, оформили красиво студию, шарики у нас висели. На дне рождения мы нарисовали картину, картины каждый нарисовал сам. Там даже те ребята, которые были приглашены на Ваня на день рождения, не из нашей студии, и которые боялись рисовать, явно было видно, что боятся, они ушли с большими картинами, у них получилось, были все счастливы. Взрослые группы очень часто отмечают дни рождения, приходят с тортиками, у нас есть электрический чайник, мы делаем чай, дарим сувениры имениннику. Своими руками. Да, да, да. В общем-то, да, есть такая хорошая традиция отмечать день рождения. Как говорится, своими руками это самый дорогой подарок. Далеко не каждая работа, которую Вы сегодня показали нам, которую вообще делают ребята в Вашей студии, она, скажем так, детская. А если у Вас, особенно детки, с полутора года и до самого-самого взрослого, вот как Вы вообще подбираете эти работы? По сложности? Или вот, возможно, если в группе попадаются два-три ребёнка, которые сильные, а есть остальные слабые, у них индивидуальные есть какие-то или нету? Наверное, понятие сильный и слабый не совсем точное. Я бы скорее разделила «Этому ребёнку интересно это, а этому вот это». У нас Саша и Кирюша так приходят. Саша постарше, конечно же, и у неё более серьёзные работы, более сложные. Саша любит рисовать ручками гелевыми. У Саши получаются хорошие графические работы. А Кирюша мальчик, он любит делать какие-то поделки, самолёты, автомобили. Поэтому мы договариваемся. Я говорю «Кирюша, подожди две минутки, пожалуйста, я сейчас объясню Саше, как и что мы будем делать». Дальше Саша работает, я поглядываю, а мы с Кирюшей. И если возникают какие-то вопросы, то мы их решаем сообща. Вот скорее это так у нас проходится. А вот бывает, что вот через сколько у Вас идёт занятие по времени? С детьми я стараюсь не затягивать час. А с взрослыми полтора, иногда даже два часа. Это всё очень серьёзное. А бывает такое, что вот настолько захватила какая-то работа, или она, возможно, сильно сложная, что эту работу человек продолжает дальше делать, несмотря на то, что вот занятие закончилось. Бывает. Бывает. Бывает так, что я говорю ребёнку, ну, уже наше занятие закончилось, он уже в дверь заглядывает, другой ребёнок. Так что бери, наверное, работу домой и закончишь. Или оставляй здесь, и мы закончим на следующем занятии. Вот так мы чаще делаем. Лизочка, у тебя такое бывает или не бывает такое? Ну, чаще всего я оставляю работу в студии, а на следующем занятии заканчиваю. Ну, иногда бывает, что забираю с собой и заканчиваю дома. Я знаю, что были работы, которые ты не могла ждать уже следующего занятия. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, чаще всего я заканчиваю их на одном уроке, но если уже не получается, то на следующем. А такого, чтобы я сидела на чужом занятии отнимала время, такого не было. Но ты сама работаешь или кто-то с тобой ещё есть? Нет, я занимаюсь индивидуально, и на мне очень помогают своими советами. Иногда рождаются новые идеи в порыве творчества. Ну, вообще я всё делаю сама с помощью. А в каком ты классе учишься? В девятом. Не мешает тебе, даже не то, что не мешает, помогают ли тебе эти занятия как-то в школе? Ну, у нас сейчас есть предмет художественная культура, но рисуем мы редко, чаще именно там культуру изучаем. Но вчера классный руководитель неожиданно, внезапно, мне предложила устроить персональную выставку, на что я надеюсь и думаю над этим вопросом. А уже есть какие-то работы, которые бы ты хотела бы, может, продемонстрировать? Или, может, ты готовишь какую-то работу, которая была бы изюминкой всего? Ну, в основном у меня все работы на небольшом формате А4, А3 у меня меньше. Я думаю, пока нарисовать какую-нибудь серию работ на А3 и уже потом представить у себя в школе на первом этаже. Торжественно. Классно. А посоветовала бы ли ты деткам хотя бы один раз прийти в эту студию? И почему? Безусловно. Инна настолько все прекрасно объясняет, что даже самые маленькие дети прекрасно понимают, и что самое крутое, можно без проблем повторить эту работу дома и не возникнет никаких сложностей. А вот ты лично помнишь, как ты вообще сюда пришла и почему осталась? Да. Я пришла в начале этого года и мне безумно понравился первый урок. Именно безумно харизматичное. На меня произвело впечатление харизматичной женщины. И она мне очень понравилась, то, как она ведет урок, как она ведет себя, преподносит. Я решила, что это мой человек, моя студия и мое занятие. Понятно. У вас столько работ разнообразных. Вот что ты сегодня принесла с собой, чтобы показать нам? С собой я не принесла ничего, потому что... Все на выставку. Нет, не потому что все на выставку, потому что в основном у меня все работы раздарены. У меня нет такого, чтобы дома хранилось там какие-то сувениры. Есть рисунки, но они все в папочке сложены и ждут своей участия на выставке в школе. Хорошо. Я думаю, а если наш майданчик приедет к вам в студию, ты сможешь принести эти работы, показать? Да, конечно. Смогу, безусловно. Ну все, тогда мы будем уже ждать. У вас столько разнообразных работ, а вот где вы черпаете вот это вдохновение? Откуда оно у вас? Столько идей. Два источника вдохновения, которые стопроцентно работают постоянно. Первый источник — это сами дети. Потому что иногда бывает так, вот приготовлюсь к занятию, думаю, наверное, мы сегодня сделаем то-то. Открывается дверь, влетает какой-нибудь Даня. Данил у нас есть, тоже гордость нашей студии. Яркий, наверное, да? Да, очень. Ина, мы сегодня будем рисовать мою бабушку, потому что у нее скоро день рождения. Хорошо, рисуем бабушку. Дети, они всегда полны идей. И это взрослые могут там какое-то время, поскольку жизнь более серьезная у взрослых, могут там немножечко с вдохновением осесть. А дети всегда полны идей. Они все время что-то хотят, что-то нашел там где-то какой-то камушек, привезет его. Инна, посмотри, какой я нашел камушек, давай что-то с него сделаем. Или там клубочек-ниточек может превратиться вот в такую птичку. Кто-то где-то когда-то увидел. Я хочу сделать птичку. Поэтому всегда прислушиваемся к нашим детям. Они действительно источник новых идей. Это первый источник. А второй – это сама природа. Сама природа. Видели птичку, вспомнили. Есть клубочек? Да, потому что вот такие подарки Саша с Кирюшей делали маме к 8 марта деревянные лопаточки, которые каждой хозяйке на кухне нужны. Ну, а маме приятно. Да, конечно, когда дети своими руками делают. Это цветочки. Зацвела клубника. Или там цветочки такие похожие даже на цвет вишни, яблоньки. Да, такие часто встречаются. Весна. Весна, да. Смотришь на цветы, думаешь, как красиво. Это обязательно нужно куда-то нарисовать. А тут как раз, кстати, женский праздник. И рисуем на таких предметах цветочки. То есть смотрим вокруг себя. Все, что под ногами на берегу реки или моря, лежит камушки, деревяшки, ракушки. Собираем какие-то там баночки. Смотрим на котиков, на собачек, на петушков, на снеговиков. И все это воплощаем в нашем творчестве. И последний такой вопрос. Зачем вообще нужно детей желательно давать в подобные студии? В частности, и в вашу. Что развивается, возможно, у них? Прежде всего, доброта. Это то, чего не хватает нам всем. Любви и доброты. Когда человек, маленький человек, приходит в студию и из кусочков ткани, каких-то бусинок, каких-то веточек делает какого-то совершенно очаровательного снеговичка с такими глазками. Даже было такое. Сделал снеговичка, потом приложил к щеке и говорит, я его уже люблю. Даже такое было. Когда человек занимается творчеством, он любит то, что делает. Он любит. Это первое, наверное, доброта. Умение наблюдать за миром вокруг себя. Не в экране, монитора компьютера, потому что сейчас все немножечко этим страдаем. А я всегда детям говорю, привозите, нашли что-то интересное, веточку какую-то, увидели у него какого-то зверька в этой веточке, дракончик или кошечка, принесите, мы с вами ее дорисуем. Ну и, естественно, когда человек что-то делает руками, развивается моторика, мы учимся держать карандаш в руках, мы не боимся красок, мы не боимся клея, мы не боимся ножниц. Когда мы делаем какую-то бижутерию, вот Иван у нас делал серию кожаных браслетов для себя, для приятелей, мы работали кусачками, шилом, кожей. То есть с опасными предметами, дети точно научатся. Конечно, у нас, я всегда показываю, это называется так, для этого служит, это можно делать, это нельзя, а это делаем именно вот так, и никак иначе. То есть ребенок, так где-то к годам 10-12, уже умеет так много, что в обычной жизни, наверное, в 10 лет узнать, что такое кусачки или плоскогубцы, не каждый ребенок знает. Пожалуй, так. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в студию, что подарили нам тоже частичку своей доброты, показали нам свои работы. Я все-таки, не то, что я надеюсь, я уверена, что мы еще к вам приедем, уже лично познакомимся с теми героями, о которых вы рассказывали, но которые, скажем так, были пока что за кадром. А вам, мои дорогие глядачи, божаю також побольше натхнения. Спробуйте також робити что-то своими руками, особенно с тих предметами, которые, скажем так, вам уже не нужны. Бежать совсем с простою баночки можно отримать вот такие корисные предметы. Свои работы вы можете сфотографировать и отправить нам на электронную адресу, которую вы сейчас видите на экране. И так же запрошу всех, и творческих коллективов, и тих, кто просто хочет показать свой талант до нашего дитячого майданчика. Пишите нам, відповімо кожному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин